разработчики рассказали нам про новое сигнатурное оружие для альбедо давай посмотрим что же это такое а большой всем телене привет с вами на связи аркадий толкан вейт сегодня разработчики показали нам информацию опять-таки про два новых сета артефакта а также про новые четырехзвездочные сигнатурное оружие для альбедо который мы сможем получить совершенно бесплатно за время действия обновления 2.3 поэтому предлагаю разобраться с этим оружием а также посмотреть на что способны два новых сета начнем пожалуй с пушки она называется киноварное веретено это одноручное оружие у которого в допстаток стоит защита и как следствие действительно эта пушка единственная на кого в данный момент подходит это на альбедо потому что именно у альбедо скалируется ешка от его защиты что у него в пассивках урон элементального навыка повышается на 40 процентов эффект возникает раз полторы секунды снимается через 0,1 секунду после нанесения урона врагу элементальным навыкам в принципе пассивка вот просто идеально работает на альбедочи будь он в активном будь он в пассивном режиме у себя в кармашке вы просто наносите пассивный урон от цветка который находится на поле боя который наносит ну на 40 процентов больше урона тупо банальная и еще плюс от защиты там идут бонусы все это перемножается и по итогу получается очень очень приличный урон а из расчета то что это оружие пробуждается достаточно бесплатно за время действия обновления то есть мы 5 штучек для пробуждения пушки получите его за время действия ивента события который будет самом начале патча 2 и 3 плюс к тому же прокачать до 90 уровня его будет дешевле на полтора точнее на 50 процентов да то есть там будет работать бонус то есть вы потратите меньше руды поэтому действительно если вы собираетесь выбивать альбедо то эта пушка будет очень хорошо на него садится в том случае если у вас нет ничего другого а другая проблема этого оружия то что если у вас нет альбедо то в принципе она будет у вас лежать просто мертвым грузом и возможно вы его даже не прокачаете потому что ну просто нет нужды в этом оружии поэтому принимайте решение самостоятельно получить его точно определенно стоит а вот прокачивать или нет тут уже конечно вопрос для каждого свой лично я его буду прокачивать потому что планы по выбиванию альбедо у меня есть потому что альбедо нужно выбивать всем более менее игрокам которые уже собрали себе основной костяк отряда dd шники у них прокачаны и они ищут пути по еще большему улучшению урона от своих мейн керри а давайте перейдем к наборам артефактов потому что я обещал вам сделать их небольшой разбор но что-то как-то на этой неделе не получилось а первый сет это хиловский сет моллюск морских красок а первый сет бонус дает увеличение урона точнее увеличение хила на 15 процентов просто в банально так же как и сет возлюбленной юной девы а четыре предмета достаточно уже интересно работать во первых создается пузырек при отхиливании любого персонажа самое главное то что свет работает как из кармашка так и для активного персонажа если он находится на поле боя а мы начинаем хилить любого персонажа появляется пузырек а пока еще не понятно где он появляется появляется ли он рядом с нами появляется ли он рядом с противником курсирует он по полю боя или просто к нам привязан либо к противнику пока этому непонятно будем ждать когда уже сет выйдет для того чтобы разобраться в этом появляется пузырек который фиксирует все исцеление которое на накладывается на наш отряд будь то исцеление которое вот реально исцеляет наш отряд будь то избыточное исцеление которое просто идет в потолок да то есть допустим у нас хуловый отряд мы прокастовали ульт джин и она всех захилила и весь оверхил а сразу же записался в пузырек который находится рядом с нами после того как пузырек накапливает 30000 хп оверхилин этого он лопается и наносит урон всем противникам в общем тут получается действительно это такая дополнительная возможность нанесения урона а вашими хилами саппортами в отряде для того чтобы действительно они не просто так где-то валялись а действительно нужно было хилить к чему это нас склоняет возможно к тому то что возможно возможно щитовая мета уйдет куда-нибудь и вернется хиловская мета особенно с караб там который тем самым эффектом который у нас был витой бездне и потом куда-то ушел и сейчас работает чисто на волках будем смотреть действительно возможно разработчики хотят вернуть хилов куда-то стан чтобы они действительно могли хилить они как мы сейчас либо же доджем весь урон либо же просто щитами прикрываемся будем ждать потому что ну действительно разнообразие они только играть на щитовиках это было бы интересно и второй сет кокон сладких грез это у нас такой глиномесский сет для тех глиномесов которые у нас играет от защиты а таких ребят у нас не так много в данный момент только три это будущий это это альбедо и это на элька что делает этот сет два куска увеличивает защиту на 30 процентов четыре куска персонажа начинают набирать специальные бонусы а если персонаж активен то каждый 0,3 секунды за нанесение киа урона он получает стаки и за каждый стак получает 6 процентную надбавку к гиа урону и к защите всего можно получить 4 стака 4 а также стаки можно набирать пассивно если персонаж находится в кармашке но он тут уже набирает каждые три секунды а тут вопрос именно у меня заключается в том то что вот эти вот стаки которые он собирает пассивно нужно ли нанесить гиа урон то есть если пассивно набирать то так сможет только альбедыч который пассивно набирает вот эти вот стаки если стаки просто копятся вне на зависимости от нанесения гиа урона то как бы окей то есть можно кого-то сложить в кармашек там он пока другими персонажи наносится урон потом выйти и спокойненько наносить урон поэтому да действительно этот сет смотрится идеально только для вот этих трех персонажей и большой вопрос будете ли вы эти сеты выбивать оба сета выпадает из нового данжа который будет добавлен в обновлении 2 и 3 и вот действительно в этот данж нужно будет ходить только тем кто очень сильно хочет раскрыть на эльку либо же это потому что тот же самый альбедо плюс-минус неплохо играет со статовыми кусками на защиту и да вот эти вот бонусы которые от нового сета работают будут идеальны но вот тратить свои заходы в данжи вот специально чтобы выбивать сет на хилов либо же на глина месов смотрится идея прикольно но не так круто как это могло бы быть поэтому я скорее всего продолжу ходить в семена ву для того чтобы набрать более-менее хороших кусков для эмблемы чтобы можно было снарядить своих саппортов хорошими кусками вот такие вот сеты и пушка нас ожидают в обновлении 2.3 не забывай пожалуйста то что в среду когда выйдет патч в 9 часов вечера я ожидаю тебя на специальном стриме на котором мы будем открывать молитвы с альбедо из эолы поэтому обязательно заходи записывайся в дискорде на открытие молитв а если у тебя 150 200 молитв прикоплено и ты хочешь пообщаться со мной лично на отдельное видео то конечно же тоже заходи в дискорд и там тоже у нас можно записаться на открытие откроем с тобой лично приготовь какую интересную историю чтобы нам было не скучно открывать все вместе ну а если у тебя большой жирный китовский аккаунт тоже напиши мне устроим прогон твоему аккаунту посмотрим чем ты хочешь пофлексить перед другими обычными игроками а на сегодня это все большое спасибо тебе за просмотр и до встречи сегодня вечером на прямой трансляции пока 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 пока